Всем бавра! Сегодня хочу поделиться с тобой моим новым опытом на путешествии автостопом. Если есть люди, у которых очень тонкий, нежный, воспитанный слух, то просьба его делать потише, потому что возможен мат, стопудово. Не будет никаких постановочных видео, вроде как сейчас. Только хардкор, значит, и мои трясущиеся руки, и мои шутки бывают за 300, бывают за 100. В общем, полезного просмотра тебе! Пока манго, как всегда, чилится, я собираю вещи, дорогу. Для этого, значит, я беру дождевик, мангину плошку, витамины для манго. Со шприцом и с ложкой, я уж не знаю, что, может, героина сварил в дороге. Всякие крепления на камеру, ее расческа, может быть, даже кружка влезет моя. 15 тысяч рупий, зубные щетки, фонарики, микрофон, камера, наши с мангой паспорта, свитерок на всякий случай, праздничный соронг, полотенце, крем, чтобы не сгореть, праздничная рубашка, вдруг мы забудемся на похороны, на свадьбу, еще куда, а я буду не готов. Вот этот маленький рюкзачок и музыкальная колонка в форме черепа. Мячик, может быть, тоже возьмем. Спонсор этого дорожного завтрака – природа Шри-Ланги. Теперь можно и в путь. Ну все, мы покидаем вот эту замечательную виллу. Хорошее место. Почти целый месяц. А вот и хозяин. Бай. Пойдем, Манго. Взять его, Манго. Взять его, хоть пожрем, блядь, с тобой. Давай, взять его. Взять его, блядь, Манго, давай. Ух ты, давай, 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 давай. Блядь, по-моему, мы остались с тобой без обеда. Минуту мы уже как путешествуем автостопом, но что-то мы так устали. Манго, ты же travel dog. Путешествуй, наслаждайся. Поможем другому человеку. Окей. Ну все, мы с Манго уселись. Вот этот замечательный человек решил нас подвезти. Один на тысячу. Парень меня подвезет, вообще классный. Но, я надеюсь, не так много будет таких людей, которые хотят заработать тысячу рупий. За тысячу рупий я бы ехал еще со шлюхами. Но я снова уеду туда, где новый рассвет. А ты продолжай. Мне захотелось проверить теорию дальнобойщиков вообще. Все ли дальнобойщики могут тебе помочь и подвести тебя. И поэтому мы немножко потусим, где все дальнобойщики. Ты не против, Манго? Отлично. Если бы тогда меня спросили, где я буду через 10 лет. Те горы, при которым... Я ездил по России 800 километров из Волгограда до Москвы. Это тоже было прикольное путешествие. Но я думаю, это даже будет еще веселее. Потому что здесь белого, без масок, с белой собакой. Вообще, что-то не хотят пройти. Корону только проезжают, не орут и все. Не надо печалить, как... Не надо печалить, как... Пасно, тейк мне в Висток. Салене. Салене. Корону. Корону. Если ты можешь, я могу с тобой. Салене. Окей, для Диквелла. Нет, ну все, мы с Манго перебрались в роскошный кузовичок. Вот этот замечательный человек нам помог. Спасибо. Ой, ахонда, Манусек. Диквелла. Очень замечательный город. Но... Нас это не спасает. Нам еще надо сотню километров преодолеть. До Катарагамы. Не надо печалить, как... Павтостоперы опытные говорят, что первое, что ты должен сделать, это выйти за черту города. Но здесь город перерастает в другой город. И вообще конца и краем нет. Поэтому я не знаю. Все, что хотим, происходит мы сразу, а когда приходит, уже неприкольно. Хотел снять двух предприимчивых моченов. Они мне предложили за 10 тысяч вообще доехать до Катарагам. За десятку в присядку. Ну, я уверен, что есть добрые люди вообще еще мимо Диквелла. Они будут проезжать, потому что светового дня осталось очень мало. Катарагам. Катарагам. Погнали. Вы можете поставить сюда? А, Haberi? Да. Катарагам. Катарагам. Почему не так? выпили и по их короче такие дела и прикольно а время близится 6 и мы еще едем там еще ехать еще 80 километров на бочке мне кара А сейчас рубрика «Привет». Павел передает огромный привет, как вот это дерево, двум девочкам, Женечке и Сашеньке. Он обещает их ходить и лелеять, заботиться об их интересах и уважать их мнение каждую пятницу. Я в свою очередь могу лишь только присоединиться. Девчонки, будьте счастливы и помахать вам вот отсюда и даже отсюда. И вот отсюда тоже вам привет. И теперь вот отсюда. Будьте радостны. Какой бы сложной ни была дорога, состоящая из сотни или тысячи километров, какой бы трэш ни поджидал бы на пути, голод, холод, поломки, заблокированные карты, отсутствие бензина или вообще толкач, Эти приключения всегда необходимы. Потому что только благодаря им, выходя из зоны комфорта, ты можешь ощутить радость от простых вещей. Обычный чай, горячий душ, горячий борщ, теплая сухая постель, либо одежда, либо просто миньет могут стать незабываемыми в твоей жизни. Лишь помнить их и рассказывать об этом своим детям, как это было здорово. Меня же здесь ждало совершенно потрясающее место. Хорошая компания, джем у огня и борщ. В этом месте ты можешь покормить павлина с руки. Ради одного павлина можно выйти вообще из векарской тусовки на один день. Сходить на процедуры парикмахерские к обезьяне. Ее зовут. Как обезьяну зовут? Ее зовут Шоня. Очень ласковая. Очень спокойно. Когда новые такие девайсы видят, вот, очень волнуются. Я главный примат, я тебе, блядь, приказываю. Это, я главный примат, я приказываю тебе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ух ты, жирная какая, белка. Друзья. Это очень круто. Даже рыбы и те можно их вообще кормить. Своими руками здесь также еще делают статуи. Вот это вот хендмейд. Древняя технология изготовления рук. Здесь природа. Я покажу тебе реку. Это бомба. Хеллоу! Ха-ха-ха-ха-ха! Мы кораллы жизни, кровью и любовью. Мы клянемся до последней... Птическая река Ганга. Люди сюда приезжают, в воду заходят, желание загадывают. И желание исполняется. Все просто. Путешествия, совершенные на мотоцикле, автобусе, самолете или поезде, способны доставить мне удовольствие. Поначалу я получал удовольствие только после дороги. Теперь же я получаю удовольствие и во время. Потому что я могу расслабиться и полностью отдаться на волю проведения. Что это будет? Кто меня подвезет? Какие люди будут? Об этом я больше не беспокоюсь. Стоп на Шри-Ланке не очень развит. Поэтому мне придется собственным примером его развивать. Путешествия со своей собакой. Когда у нас будут щенки, это будет еще интереснее. Возможно, мы даже захватим автобус. В общем, пока я в Катарагаме. В следующей серии ты увидишь, как я все-таки сходил на ланкийскую свадьбу, как собирать грибы и многое-многое другое. Всех обнял земляне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok